Вам надоели скучные сетевые магазины, как вам этот вариант? Нет, это мы уже видели. А как вам такой вариант? Нет, нам это уже надоело. Ну хорошо, а как насчет этого? Сюда можно зайти. Зайдем в другой раз, а этот? Нет, это уже было. Ну хорошо, а как насчет крафтовых продуктов? Вот это что-то новенькое, хочу туда. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет всем, мои дорогие любители вкусных историй. Сегодня у меня обзор крафтовой еды из магазина Тора Local Food Market. В продаже у них есть продукция от местных производителей. Также все, что связано с мясом, это производство Тора Гриль. Я взял каждого вида по одному экземпляру. У них есть выпечка, крафтовый хлеб, плацинды, макарошки. То есть это паста Итальяна у них написано. Сыры от местных производителей. Соусы. Потом это риет, типа паштета. Потом узнаете, что это такое. Утиная грудка. Маринованная. Очень вкусная, нежная будет. И всякие виды мяса. Вот есть рулет с виной. Есть сыровяленое мясо. И сок также крафтовый. Аджика домашняя. В общем, вот такой вот наборчик я набрал. Будем пробовать. Сыр здесь у меня есть необычный. Называется халуми. Это сыр, который можно жарить на сковороде и на гриле. Это мы оставляем напоследок. Также утиная грудка и пасту я тоже буду готовить под конец этого видео. Так что смотрите до конца. Будет очень интересно. Я взял вот такой вот батон крупный, ржаного хлеба, как я могу предположить. Сверху здесь кориандра, зернышки. И я взял еще плацинду с творогом и зеленью. Пожалуй, с нее мы начнем. Так, что здесь по начинке? Творог, зелень, укроп и вытяжное тесто. Заполнено начинкой хорошо. И по краям есть, и в серединке. Пробуем. Отличная плацинда с творогом. Как я люблю много зелени, укроп, в тему все сочетается. По соли творог такой нейтральный. То есть по мне тоже это нормально. Не пересолен, никаких больше специй здесь нет. Также есть там у них другие виды, там капуста, картошка и так далее. Теперь хлебушек. Мне сказали, что он очень вкусный. Я хлеб специально взвесил. Весит он 725 грамм. Как два батона магазинных. Он тяжелый. Сейчас я вам покажу, что внутри. Как выглядят поры. Пахнет вкусно. Прям такой ржаной. Внутри плотный. Ну в общем такой, как и должен быть такой хлеб. Попробую без ничего. Чисто вот горбушечку. Вкусный ржаной хлеб. Тут нечего говорить. Первое, что я почувствовал, это легкие нотки кориандра. А потом уже вот вкус самого ржаного хлеба. Сюда бы кусочек сала из морозильника. Но у нас есть другие деликатесы. Дальше пробую риет с виной. Так, открываем, смотрим, что у нас здесь внутри. Это такая смесь паштета с тушенкой, наверное. Нет, это скорее паштет. Пахнет очень вкусно свиным мясом. Вот так вот это добро выглядит. Очень сочно, очень жирно. Прям видно волокна, свиновое мясо. Блин, это пахнет невероятно. Я прям не могу устоять. Риет это такой метод приготовления мяса, похожий на паштет. Свинину режут на кубики и готовят до состояния, пока она не будет разваливаться на волокна. И используют риет как намазку для хлеба, что мы сейчас и сделаем. У нас есть вкусный крафтовый хлеб. Пробуем. Это очень необычная свинина на самом деле. Она как бы и мини-паштет, но и типа паштет, потому что специи похожи на паштетные. И не тушенка. И как будто тушенка по волокнам. В общем, очень необычное ощущение. Это действительно вкусно. Это очень сочно. Кажется, как будто это жирно. Но вкуса жира и масла никакого здесь нет. Я что-то подсел на него. У меня сейчас полноценный ужин. В общем, друзья, свиной риет. Советую попробовать. Это необычная штука. Очень вкусная, мясная, сочная. Далее, друзья, у меня соус острый с грушей. И с грушей, точнее. Вот такая вот баночка. Ну что, вот унюхала. Смотрите на нее. Пахнет вкусненько. Куда поперла? Открываем. Ох, как это сладко вкусно пахнет. Мне серьезно, запах очень сладкий. Вижу нарезанную кубиками грушу мелко. Вижу зерна от французской горчицы. И все это в чем-то жидком, в каком-то соусе. Давайте попробую. Блин, это очень вкусная штука. Но оно сладкое. Оно вообще не острое. Написано соус Юти Дин Перри. Самое вкусное варенье из груши, которое я ел. Может, они перепутали этикетку. Хотя зерна этой дижонской горчицы, не знаю для чего здесь. Но они совсем не мешают. Сильная грушевая сладость. Это вкусно, это ярко и это не остро. Какому-нибудь мясу это подойдет хорошо. Из соусов у меня есть еще аджика домашняя. Вот это 250 грамм за 25 лей. Пахнет вкусненько. Вот как выглядит аджичка. Показываю вам поближе. Она не жидкая, в меру густая. Видно крупные кусочки овощей. Пробуем. Вот аджичка острая. Сразу чувствуется. Преобладает вкус кислинки, помидорок, перчика. По мне из плюсов острота идеальная. Это мой вкус. Из минусов она немножко кислит сильнее, чем хотелось бы. Но это только в начале. Потом раскрываются остальные вкусы. И эта кислота уже не чувствуется. Неплохая аджика. За такие деньги, крафтовая, я бы взял. Не заводская какая-то, а люди сами делают ее. Еще хотел попробовать с черным хлебушком. Аджичку. В детстве я любил аджику с черным хлебом. Кто еще так любил, пишите в комментах. Нарежу сразу пару ломтиков тоненьких. Для колбаски и для сыра. Чеддер. Видите? Какой чеддер должен быть? Оранжевый. Надеюсь, камера передаст эту яркость. Вот такая вот красотень. Это у нас пастрома матурата. Сыровяленая пастрома. Свиная или говяжья. По вкусу сейчас разберемся. Открываем. Она без воздуха у них. Сразу в ломтиках. Ох, какая сочность. Да, запах, конечно. Посмотрите на эту красоту. Но запах у нее какой-то, каких-то копчений. Но это, скорее всего, специи такие, наверное. Попробуем. С кусочком черного хлебушка. По фактуре и по вкусу это похоже на говядину. Ну, что тут скажешь. Вкусная, сочная. По специям нейтральная. Не соленая, не острая. Бутербродик из такой пастромой на праздничном столе. Да еще и с зеленушкой. Да еще и с помидорочкой. Снесут за 3 секунды. Далее, друзья. Свиной рулет. Вот такой вот целый пакет. Также без воздуха. Это, насколько я понимаю, свиная грудинка. Открываем ее. Свиная грудинка завернута. В серединке вот здесь я вижу паприка. Опять же ломтик хлеба. О! Вот какой бутербродик должен быть. Пробуем. Свиной рулет также вкусный. Он нежный. В одном месте мне попался кусочек, где сложно было перекусить. Но в основном шкура мягкая. Прослойка сала мягкая. Мясо мягкое. Это все вкусно. Опять это нейтрально, без сильной соли. Попробую чеддер. Очень интересно. По цвету вижу, что похож на чеддер. А по вкусу пахнет вкусно. Насколько я понимаю, этот чеддер производят здесь. Это наш молдавский чеддер. И могу сказать вам, что сыр у него, вкус у него достаточно насыщенный. За 210 лей килограмм такой чеддер я буду брать. Он из разряда мягких сыров, которые во рту превращаются в кашицу. Не резиновый. Я такой вид люблю. И у него также яркий насыщенный вкус. Без перепадов в кислоту или сильную сладость. Он такой нейтрально яркий вкусный сыр. У меня остался сыр халуми, который я сейчас пожарю. У меня куриная грудка. И вот такая вот паста крафтовая, итальянская. Кончи гли называется. Готовим. Как вы видели, друзья, я все приготовил. Начнем с пасты. С макарошек по-русски, итальянские. Вот они у меня здесь такие рогалики красивые. Варил я их как обычные покупные макароны. После закипания они у меня варились где-то 9 минут. Пробуем. Качественная плотная паста у меня получилась. Они готовы, но они такие плотные, по фактуре держат форму. И по вкусу они как домашняя лапша. У нас есть видео, когда Таня делала домашнюю лапшу. Примерно такой же вкус, только здесь как бы больше в макаронный вкус. Мне нравятся плотные, отличные макарошки, паста. Они по цене как обычные магазинные макароны. Но по вкусу и по фактуре и по всему они намного вкуснее и качественнее. Ну а теперь попробую утку. Утка у нас была маринованная. Нам надо было ее только шкуру надрезать, как было на видео показано. И обжарить ее с каждой стороны по 2-3 минуты. И потом еще закрыть на мелком огне. Где-то потушил я еще минут 5. И у нас получается вот такой вот красивый вкусный продукт. Сейчас я вам скажу, что это по вкусу. Вот что получается в серединке. Также я налил в макарошки жир, который вытопился из утки. Ну не знаю, кто-то так любит, кто-то нет. Я попробовал, получается вкусно. Пробую утку. Утка готова, идеально нежная, сочная, вкусная, хрустящая корочка. Ничего лишнего и добавить нечего. В общем, друзья, у меня получился ресторанный ужин. Паста вкусная, качественная, с утиной грудкой, сочной. Также очень вкусно. И по специям тоже она, то есть она уже была маринованная в специях. Они сейчас раскрылись. Возвращаемся к сыру халуми. Вот так вот у меня получилось его обжарить. Ну, в общем, он корочкой покрывается, а внутри остается нежнейший и мягчейший. Я вот для начала хочу попробовать не обжаренный кусочек. Сказать вам, какой он на вкус. Он также был в специях, как вы видели на видео. И есть вот у сырого, у него есть нотки вот этих специй. Очень приятный, нежный вкус. Но сам сыр, он как сулугуни. Но смысл в том, что этот сыр после жарки раскрывает свой вкус полностью. И он становится хрустящий снаружи и мягенький внутри. Пробуем жареный. Самое интересное, что вот эта корочка такая нежная, похожа на корочку от жареного яйца. Любителям сыра советую обязательно попробовать этот сыр. Очень сложно описать ощущение. Ты одновременно ешь и сыр, и что-то такое хрустящее, зажаренное. То есть мягкий сыр и хрустящая оболочка. В общем, очень классные ощущения. И по вкусу классно, насыщенно. Стоит попробовать. Ну, напоследок у меня остался напиток. Вот это сок. Написано яблоко и черная смородина. 250 миллилитров. Стоит 15 леон. Пробуем. Сразу идет такая кислинка, именно яблочная. Сок тоже вкусненький, но кислый. Если не любите кислое, как я, лучше возьмите чисто яблочный или там еще какой-нибудь. У них там куча видов. Вот такой вот обзор сегодня, друзья. Торо Local Food Market. Советую вам сходить, присмотреть что-то для себя. Я вам рассказал свое мнение по продуктам, которые я сегодня взял. Лайк, подписка, комментарий. Всем хорошего настроения. Приятного аппетита. Пока-пока. Покупайте еду в проверенных местах.